Приветствую дорогие друзья! Конструкторы стрелкового оружия Михаила Калашникова знают и уважают во всем мире. Давайте же рассмотрим интересные факты о его происхождении, ответим на вопрос о его национальной принадлежности и исправим неточности некоторых биографов о его происхождении. Михаил Тимофеевич Калашников родился в 1919 году, умер он в 2013. Легендарный создатель семейства автоматов АК, генерал-лейтенант, доктор технических наук. Работать над АК-47 под мощный патрон 7,62х39 он начал в 1945 году, а уже в 1947 году его проект победил в конкурсе с другими конструкторами и был принят на вооружение. Видимо, именно поэтому автомат и получил обозначение АК-47. Всего Михаил Калашников участвовал в разработке примерно 150 образцов стрелкового оружия и их модификаций, автоматы, пулеметы, карабины и пистолеты, за что помимо звания Героя России его дважды награждали званием Героя Социалистического Труда при Советском Союзе. Интересный факт, общее количество разных типов только автоматов Калашникова, АК, АКМ и тому подобных в мире более 150 миллионов единиц. Оружие конструктора стоит на вооружении армии 108 государств. В интернете часто попадается мнение биографов, что дед Михаила Тимофеевича носил фамилию Калашникс и звали его Карлис Калашникс, и был он латышским крестьянином. И его именем названа улица в городе Лиепая. Об этом пишет генеалогический сайт Дженни, который сегодня входит в состав международной компании MyHeritageLTD. Эта компания предоставляет возможность сформировать мировое генеалогическое древо своей семьи. На нем зарегистрированы десятки миллионов жителей нашей планеты. Бабушка конструктора якобы тоже родом из Лиепая, и только в 1875 году они с мужем переехали в Славгород. Но так ли это на самом деле? Первая нестыковка в биографии предков конструктора. Автор канала Этнодосье не нашел заявленной выше улицы имени Карлиса Калашникса в Лиепая. Нет ее ни по Яндекс.Картам, ни по гугл-картам. Вторая нестыковка – происхождение отца конструктора. Наш автор нашел заметку в сумской газете «Панорама» за июнь 2008 года, где указывается, что предки Михаила Калашникова происходят из Славгорода, Сумской области Украины, ранее Харьковская губерния Российской империи. Зачитываю выдержку из статьи. Происхождение отца конструктора подтверждено хранящейся в Сумском областном архиве записью в Метрической книге Троицкой церкви, которую сделал священник Арсений Люборский в присутствии свидетелей, унтер-офицера Ивана Трофимовича Чергинца и девушки Стефаниды, дочери псаломщика Николая Вербицкого. Также указано, что дед Михаила Калашникова на самом деле имел имя Александр Владимирович. Третья нестыковка – это то, что отчество отца конструктора Александрович, но если его отец, то есть дед Михаила Тимофеевича Карлис Калашникс, то отчество должно быть Карлисович или как минимум Карлович. Четвертая нестыковка – в Латвии преобладают два течения христианства – лютурианство и католицизм. А в городе Славгород вся семья вдруг стала православной, то есть если отец конструктора латыш Карлис, то он не только резко сменил имя и фамилию, но и вероисповедания. Слишком много нестыковок в биографии предков, вам не кажется? Поэтому авторы канала «Этнодосье» пришли к выводу, что дедом Михаила Калашникова был Александр Владимирович Калашников – православный уроженец Славгорода, а вовсе не Карлис Калашникс из Латвии. Фамилия Калашников происходит от прозвища Калашник, поэтому скорее всего первая фамилия рода была Калашник, и потом ее переделали в русскую Калашников с характерным окончанием «ов». Калаш – это древнерусское слово, означающее «калач». Скорее всего предок знаменитого конструктора стрелкового оружия был мельник или пекарь. Так что у нас получается? Славгород – это бывший город в составе Российской империи. Фамилия Калашников русская, поэтому предки конструктора по отцовской линии, скорее всего русские, с вкраплениями малороссийских корней по месту жительства. Мама Михаила Калашникова – Александра Фроловна Каверина, родом из орловских крестьян, русская по национальности. Таким образом, сам легендарный Михаил Калашников – русский, с наличием некоторого числа предков из числа малороссов. Редактор субтитров А.Семкин